Сауле Оспанова – педагог высшей категории. Работает в сфере педагогики более 30 лет. Она не скрывает, что видит преимущества в своей сложной профессии. Особенно отрадно говорит она, что зарплата учителей с года в год растет. В своем послании глава государства поднял самые насущные вопросы, которые касаются сферы образования. И такую заботу мы ощущаем не в первый раз. Со следующего года заработная плата возрастет на 25%. К примеру, в 2019 году уже поднимался в послании статус педагога. За 4 года зарплата педагогов возрастает в 2 раза. Мы очень благодарны за государственную поддержку. В школе лицея номер 2 в центре города обучается 2200 учеников. Около 1000 из них учатся в начальном звене. Хотя дистанционное обучение организовано через национальные образовательные платформы, учителя хорошо понимают, что качественное образование невозможно без прямого общения. Педагоги очень рады, что в послании президента Тукаева говорится о том, что как можно быстрее при наличии санитарно-эпидемиологической благоприятной обстановки школы Казахстана перейдут на оффлайн. Потому что это связано и с физическим развитием. Это связано опять же с теми же коммуникациями, когда дети общаются. У нас школа, каждый день у нас проходят какие-то праздники, внеклассные мероприятия, конкурсы, декады. И дети постоянно в движении, они постоянно в развитии. Что примечательно, что в Акмолинской области на дистанционное обучение согласились родители 13% первоклассников. В целом 29% учеников начальной школы учатся дома. В ближайшей перспективе в рамках озвученных посланий и задач 100% охват дошкольным образованием детей до 6 лет. Президент подчеркивает, что здесь только одним строительством государственных детских садов проблему не решить. Нужно развивать частный сектор дошкольного образования. Он у нас в области хорошо поддерживается. И в рамках проектов государственного частного партнерства открытие детских садов частными инвесторами. Сегодня почти 40% дошкольных организаций – это с негосударственной формой собственности. А еще педагогическая общественность говорит о том, что между сельским и городским учеником не должно быть разрыва ни в плане социальном, ни в грамотности.